привет мальчики привет девочки рад приветствовать вас на канале добра и позитива и так сегодня будем квасить не ну не то что вы подумали сегодня будем квасить капусту а почему 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 а покачану а ставьте лайки коль коменты кто впервые попал на мой канал не спешите переключаться интереснее будет по ходу видоса настроение поднимается по ходу видоса канал очень атмосферный интересный и очень развлекательный добрый и душевный подписывайтесь и не пожалеете весна идет полным ходом овощей конечно свежих не хватает зелени тоже поэтому выбор пал на капусту и так квасить будем капусту причем новым способом сразу в бутылях мы как настоящие мужики должны быть похожи на зайца быстро проворно бегать иногда петлять быть слегка косыми и при капусте но смысле при бабках при деньгах значит квашеная капуста это мировой вообще-то закусон и поставить на стол как говорится не стыдно и пожрут не жалко рецепт очень простой капуста готовится быстро хранится очень долго получается сочной и мягкой хрустит это очень хорошо значит будет сочная сочной и хрустящей готовится собственном соку без уксуса можно без сахара и удаляем верхние листья они обычно грязные и не такие сочные разрезаем где моя большая ножик пополам а как хрустить вот и вырезаем кочерыжку шинкуем либо ножом либо специальной шкрябалкой можно взять как она называется не знаю как она называется терка для корейской морковки тогда получается мелко это не очень хорошо лучше вот такой специально получается средний средних размеров капуста клеенка у меня чистенькая все будет классом и поженимся в капусте можно найти не только детей а то есть ну и здоровье особенно полезно зимой и весной когда не хватает витаминов капустик квашеный много магния это для сердца очень хорошо йода для щитовидки то что надо витамины и а и b и c аминокислоты аскорбинка больше чем в лимоне и к тому же квашеная капуста низкокалорийно кто переживает за фигуру не переживает давайте не бойтесь не испортить порезанную нашинкованную капусту укладываем в большую емкость у меня это миска вымытую морковку чистим и морковку натираем на корейской терке вернее на терке для приготовления корейской морковки вот она получается соломкой и отправляем капусте корейская морковка все ногти мы постраиваем кстати квашеная капуста укрепляют не только волосы но и ногти и благотворно сказывается на повышении иммунитета предохраняет от простуд и раз морковка тут то естественно улучшает остроту зрения витамин е укрепляет зубы и десны улучшает настроение в общем если будете употреблять квашеную капусту избавитесь от усталости от бессонницы а заодно почистите печень и улучшайте работу кишечника так все это теперь перемешиваем морковки должно быть не сильно много чтоб капуста была хрустящая вот так ее подаем чтобы немножко сок начал выделяться кто много есть квашеной капусты не верьте девочки грудь не увеличивается вот состояние кожи и сопротивляемость онкологическим новообразованием это точно работа печени кишечника все улучшается и говорят даже замедляется старение и для мальчиков хороша избавляет от синдрома похмелья и улучшает мужское здоровье кроме того квашеная капустная диета если принимать по сто пятьдесят грамм и не только того прошу вы подумали но и квашеной капусты то можно за неделю похудать до пяти килограмм ваша капустная диета получается для квашения нам понадобится столовая ложка обыкновенной поваренной соли на 3 литровый бутылек капусты и моркови будем укладывать капусту с морковью в бутылек слоями рука то моя не пролазит ничего вот так и пересыпаем солью слой капусты с морковкой сыпется мимо ну ничего и посыпали солью при трамбовали уплотнили и так до самого верха бутылек наполняем не до самого верха оставляем место для выделившегося сока он будет выделяться когда начнется реакция и ставим для подстраховки в тарелку чтоб сок не потек мимо ну и ставим эту конструкцию часов на 10-12 в теплое место если у вас все нормально с поджелудочной железой то можно столовой ложке соли добавить 2 столовых ложки сахара тогда капуста квашеная будет чуть-чуть послаже второй бутылек сделаем чуть-чуть видоизменив технологию к соли добавим сахара в морковку с капустой положим горошинки перца и лавровый лист и зальем остывший кипяченой воду водой все что наполнили все что затолкали в бутылек пока закипевшая вода остывает капусту с морковью лаврушка и с перцем перемешиваем и отправляем в бутылек ну вот нашинковали капусту натерли морковку тут главное что чтобы это все делал мужчина и по мужским дням вторник четверг воскресенье да очень тщательно подавить морковь с капустой так чтоб капустка пустила сок в остывшую кипяченую воду добавляем столовую ложку соли и сахара кто-то пропорции соблюдает такие кто-то наоборот кладет 50 грамм соли и ложку сахара у кого какой вкус сахар улучшает брожение и капуста будет немножко слажать все это перемешиваем в теплой кипяченой водичке и заливаем капусту конечно при таком способе реакция брожения пойдет быстрее и ставим все это на тарелочку на всякий случай если будет выделять вливаться сок из-под капусты ставим это все теплое место поближе к печке желательно чтоб температура было в комнате 20-25 градусов если будет холоднее будет кваситься не три дня а подольше крышками не накрываем и оставляем в покое бутыльки с капустой часов на 10-12 ну вот теперь процесс под полным кулинарным контролем ну вот прошел вот время пролетело не ну не вот не месяц и не день но время летит быстро ой что я говорю объелся квашеной капусты что ли нам бы ночь простоять до день продержаться шучу конечно и так через полдня проверяем результат реакция пошла конечно причем в бутылькете был сахар и налита остывшая кипяченая вода заметно быстрее выделяется пузырьки сероводорода это такой запах тухлых яиц или как будто если кто-то шептуна подвелась но разрыв непрерывности мы слышим то на слух а тут запах такой неприятный кислоквашеной капусты протыпа язык заплетается протыкаем капусту до самого дна вот так поворачиваем как будто бы как будто бы клады щем есть у меня такое видео на канале пусть газ выходит такую операцию надо делать но раза два в сутки капуста не провонялась ну вот неприятный запах улетучился пусть прокисает дальше а дня через три-четыре накроем бутыльки сверху пластмассовой крышкой и поставим в холодильник либо снесем в погреб главное чтобы температура была от нуля до плюс пяти шести градусов капуста если она квасилась без сахара собственном соку может простоять не испортившись до восьми месяцев ну а поеданию можно приступить уже через четыре дня но максимум через неделю в общем через несколько дней можно приступать к поеданию винегретик капустничок сварганить щи о боже падает тренога нанюхалась видать тоже квашеной капусты но лучше и бюджетнее с вареной картошечкой ручком с подсолнечным маслом и под рюмочку домашнего чая всем приятного аппетита и до новых встреч на кухне у папы будет весело и интересно кухне